итак здоровья тубля сейчас посмотрим как я проехал на с л си но шляпе сразу ела но хуёв в том смысле что не с первого раза мягко говоря это мягко это очень мягко говоря короче я больше часа не до что там больше час вообще с перерывами я ездил часа три но я просто прерывался я блять раз тридцатого сорокового вот только прошел круг да конечно я старался как-то более-менее ехать нормально да в том смысле быстро да естественно было понятно что если бы я ехал медленно то я бы там сразу проехал ну как вас 2106 но все таки естественно хотелось как-то быстрее проехать нихуя не получалось потому что этот слс это стоковый слс амж до стоковый подчеркну это очень важно м235 ездил как она держит дорогу это пиздец я очень быстро и очень легко чуть не с первого знания проехал круг вот этот слс он не держит дорогу вообще да он разгоняется до достаточно больших скоростей достаточно быстро да как бы валит грубо говоря он ведь он аж подпрыгивает что-то очень сложный рельеф но блять он дорогу вообще не держит это пиздец мало того что как бы заносит хуйня до перегазовка я все могу контролировать это несложно самое сложное что было это на торможение это пиздец то есть большой скорость начинаешь тормозить его просто заносит постепенно и ты этот занос на меня не получается я просто с этим охуял но это скорее все-таки за сложного рельеф трасс потому что здесь постоянные хуенные просто перепады то есть такие кривые все так криво то есть просто пиздец вот и поэтому на торможении постоянно меня такая хуйня была самое главное это торможение то есть на торможении ты либо не дотормаживал и не въезжал очень часто либо тормозил сильно но у тебя заносила заднюю ось и тебя несмотря на то что здесь по идее АБС как бы есть да нихуя она то ли работает хуй знает ну короче сносит вот пиздец то есть он вообще не держит да то есть он как влитой не сидит на дороге вот видимо он достаточно тяжелый и чё тут шины что ли хуёвые хотя бы тебе должны быть приличные шины но его дорогу он вообще не держит тут не знаю с чем это связано хуй знает в реале он такой же не такой же то есть полный шлак как едет да как бы приходится как блять на волке как боржа какая-то то есть приходится очень сильно тормозить в поворотах без понтового вообще как-то пытаться на больших скоростях повороты проходить его выносит просто нахуй блять это лёгкий занос был бы наверное постоянно какие-то заносы и так далее ты боролся с этим то есть вихляет вообще это просто пиздец то есть ну не держит дорогу вот это самое главное ощущение я просто с этого хуел то есть ну совершенно дорогу блять не держит это просто пиздец на то есть вот например ездил ну потом будет тот же обзор на макларен p1 да он даже не гоночный а просто стоковый p1 конечно это может больше суперкар хотя не такой уж там особо мощный наверно хотя хуй знаю характеристики но блять как он держит дорогу просто как влитой ты просто блять ввинчиваешься понимаете просто как по рельсу да это легко это может даже неинтересно но мне кажется приличные автомобили вот видите как он сейчас внесло к сожалению со стороны была камера блять может надо f3 было что он зачистил изнутри и как бы этот ващение не прописывает поворот вообще не прописывает на любом повороте особенно на большой скорости до каком тот мир там 200 в час 160 в час тут есть таких на больших скоростях или сначала затормозить вот примеру тача поворота не проходится на больших скоростях вот он я 200 еду да как бы видите как у вас носит даже видно было бы плывет на наружу и это понять вот именно он постоянно так плывет то есть нет никакой вот блять вот чтобы пить четко как по рельсам ехал то есть он вот ты какой-то знаете ты не можешь вот точно ездить по прописывать дуги на нем я не могу представить как это можно делать на что прям точно вписывать дуги то что этот автомобиль он не пишет дуги совершенно то есть он блять ну дай бог вот ты вот руль ну ты дай бог удержишься блять на трассе сорян то что он по идее да да по это достаточно гоночный автомобиль то есть у меня даже видно как он сделан до большой капот он очень распластанной по земле ты широкий поеден пришел нас месту на на место с лера но если лет по ходу гораздо был более крутым автомобилем это нету мощнее было и знает короче но этот вот этот автомобиль именно от стоковый но он совершенно блять на нем нельзя прописывать никакие линии то есть как баржа и банны очень хуём честно говоря не знаю такие дорогие автомобиле он создан так похоже только для прямой знаете на прямой как бы газануть вот видите опять заносит был таком легком то есть напрямую газануть да это хорошо делает звучок там все нормально но как бы вот для трек автомобиль совершенно не созданный на нем просто опасно ездить да по треку от хуста это конечно игра вы скажете это игра да это игра блять но это же все-таки симулятором считается то есть они должны очень некисло здесь все воспроизвести по впечатлениям это просто ёбаный пиздец он видите опять занос ебаный автомобиль он не тормозит опять же ночью его тормозит на нем нельзя за практически нельзя затормозить последний момент то есть все надо очень сильно заранее рассчитывать то есть я ехал эту трассу для 30-40 раз поехал и можно сказать уже вот я ее до этого не помню частично тут пришлось мне что-то не наизусть запомнить ну совсем полностью конечно не получится там есть очень много в середине трасс очень много поворотов там лево-право их очень много и наизусть это запомнить это будет очень тяжело вот да как бы блять это пиздец на нем просто нереально просто пройти трассу глядя на левую миникарту да вот слева есть ты как бы поглядываешь на нее и проходишь нихуя очень важно вот особенно но самое тяжелое будет торможение с больших скоростей и причем повороты даже не самые большие ну это очень тяжело я просто заебался то есть вот это сам большая сложность даты тормозишь с большой скорости у тебя несет заднюю ось вот и с этим ты хуй чё сделаешь то что когда ты на газе да газуешь у тебя пришло за него есть ты как-то еще можно пытаться святой совсем сильных завал ты там выправишь но туда все на большой скорости то там с 200 250 тормозишь и тянет начинает нести а ты когда это замечаешь это уже поздно там бесполезно крутить рулем ты пытаешься чет подкрутить но так как у тебя нету а нету ощущений долгать про то что я все время говорю перепадов даже же то есть боковых ускорений у тебя нет ты не чувствуешь когда тебя ведь в реале ты начнешь чувствуете дать они сюда здесь ты чувствуешь что когда у тебя картинка перед глазами побежала и ты это не чувствуешь нихуя и когда уже ты это видишь глазами и пытаешься исправить это пиздец извините меня когда тебя скорость там 150 ты тормозишь и колеса там ну не то чтобы они заблокированы но все равно нихуё поворачивает и ты чё там пытаешься повернуть и ее там заносит гораздо сильнее на скорость 150 это пиздец то есть одно дело там скорость 80 до 70 80 вот меня видите тут вы вынесла просто на газон потому что я знал какой здесь поворот но тут надо прямо точно смотреть на спидометр вот обязательно да без этого вообще никак ты не сможешь прямо спидометр и я не посмотрел особо не знаю точно скорость а тут я еще немножко вылетел но это просто ёбаный пиздец то есть видите я 8 минут где-то еду порядка 8 минут еду да и всю вот эту всю трассу говорю что это не тачка полный пиздец на что блять но считается типа такой ну не гоночный лакшери такой спорткар да спорткар понимаете серьезный нас уйдет потому что я ездил это нихуя не серьезный спорткар да может м3 он конечно обхуярит я ничего не говорю просто гораздо мощнее чем им 3 он гораздо лучше разгоняется на прямых да как бы до больших скоростей но блять с чем-то более таким серьезным но тут раз уже закончилась на самом деле с чем-то как бы более серьезным сейчас вот мата чуть назад да говорю просто он пиздец он вообще как бы не справляется этот мобиль давайте поближе посмотрим данные как больше дарем беспонтово как это блять выписывать дуги вот это все что я типа чал дуга это знаете это все очень осторожно все как-то блять неуверенно понимаете не так что ты взял и выписал да так уверенно хуй там тебя выносит блять тебя просто пиздец то есть такая ебаная борьба и такая и это даже не такая прям борьба потому что все время как бы на авось потому что нет четкой уверенности что вот ты что-то сделал и ты прямо сейчас пройдешь все нормально хуй тебя может вот занести и вынести и вот самое главное говоря именно вот видимо под прижимной силой выдвигается спойлер но спойлер веночек маленький то есть прижимной силы нихуя нет что он наконец тут такая трасса что там даже подлетает тут есть такие троплины если тут смотреть то есть автомобиль реально подлетает да я вот не буду сейчас с самого начала ну вот ща даже вот ща даже вот ща вот ща не знаю возможно он ща подлетит смотри нет здесь я слишком быстро вначале за тормозил но видно было как он видите как он это подпрыгивает да на месте потому что там очень большие перепланы ебанцы там очень стрёмно это все где-нибудь все это связано через час он слишком сильно автомобиль подпрыгивает и он теряет он просто видите он теряет всю силу соцепления на этих подпрыгиях и в эти подпрыгивания нет никакой прижимной силы и то что ты там рулем что-то поворачиваешь газуешь это все хуйня и то что ты тормозишь это хуйня и вот у вас часто трассы который я сейчас показал сказал что он должен подпрыгнуть просто я уже заебался и поэтому я тормозил заранее да как бы серьезно тормозил а если там по правильному тормозить надо после этого прыжка тормозить и он подлетает в этот момент сцепления нифига нет а тормозить надо да и ты начинаешь тормозить во 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 видали вот он был подпрыг в том числе прям подпрыг да ты смотрите сейчас смотрим внимательно смотрите сейчас я разгоняюсь да я начинаю разгоняюсь на большой скорости 180 206 смотрите сейчас подпрыгиваю опа и далее то есть 200 час и на таком подпрыге ты очень на там 20-30 метров потеряешь сцепление а в этот момент именно тормозить а у тебя нету сцепления нихуя и пиздец короче и тут так как вся трасса такая очень сложная то здесь просто просто очень тяжело вот видите как он проседает то есть ебать вот опять вот он подпрыгнул фактически это я еще заранее тормозил вот тоже блять еле еле проходишь блять молишься чтоб тебя не снесло короче вот поэтому очень тяжело очень очень геморройная тачка очень геморройная и никакого нету честно говоря удовольствия от ее езды потому что ну как бы звучат вроде ревертов гоняется ну это только на разгоне а когда надо тормозить ты просто блять знаете перекрещиваешься такой блять лишь бы затормозил реально она нихуя просто прижимной силы нету совершенно здесь есть что GT3 да какая то версия гоночная ну на ней я думаю пиздец вот она скорее всего гоночная там я думаю с прижимной силой все в порядке как бы там она будет все выписываться но это потом сделаем ну ладно до скорых вот 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 все